Всем большое привет, друзья! Меня зовут Филд, канал Честный Блог, а это Huawei P60 Pro. И это новый лидер в мире камерафонов, потому что DXOMark обновили свой рейтинг, совсем недавно там был лидером OPA, теперь лидер Huawei P60 Pro. По странному течению обстоятельств это совпало с выходом на мировой рынок Huawei P60 Pro. 10 мая вроде как была презентация Huawei P60 Pro на глобальный рынок и еще складного смартфона Huawei Mate X3. Я, кстати, про этот складной смартфон уже рассказывал, вот здесь я оставляю ссылочку, переходите, посмотрите, очень интересное видео. И раз этот смартфон выходит на мировой рынок, соответственно, он доберется и до России. Судя по прошлому году, когда Huawei Mate 50 Pro оказался в DNS, там еще где-то, соответственно, видимо, где-то в конце мая тоже параллельными такими путями Huawei P60 Pro доберется до российского рынка. Но вообще Mate 60 Pro стоил в районе, по-моему, 70 тысяч рублей, это вполне себе нормальная цена по сравнению с Samsung, iPhone и всеми остальными Xiaomi 13 Pro, которые стоят 110 тысяч рублей официально в России. Понятное дело, что нет Google сервисов, но зато есть очень крутые возможности. У меня к вам вообще, друзья, вопрос, кто из вас считает, что Huawei делает самые классные фотографии? Ведь наверняка у вас есть P30 Pro, P40 Pro, P50 Pro. И раз рейтинг говорит о том, что это, типа, самый крутой камерафон, окей, спасибо. И совсем скоро он появится в России, окей, спасибо. Поэтому сегодня мы с вами посмотрим сравнение с Pixel 7 Pro, с iPhone 14 Pro Max, с Xiaomi 13 Ultra, Galaxy S23 Ultra и Vivo X90 Pro Plus. У меня уже выходило отдельное видео сравнение с Oppo Find X6 Pro. Я вот здесь оставляю ссылку, переходите, посмотрите, но только после просмотра этого видео и уже сравнил с Samsung Galaxy S23 Ultra. В общем, друзья, будет очень интересно. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! Сразу хочу вот сказать, какую историю. И непонятно, какая будет цена, и непонятно, где будет этот смартфон продаваться. Pixel'e, Samsung'e, Xiaomi, Huawei, iPhone'e можно приобретать по хорошим ценам у моих друзей компания Cyphros. Я внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите, у них классные цены, доставка за пару дней по всей России. Плюс, если именно по этой ссылке перейдете, сделайте покупку, вам будет подарок, так что welcome. Пару слов о технической составляющей этого смартфона. Во-первых, у нас есть основная камера на 48 мегапикселей, это Sony IMX 888. Ни у какого другого телефона больше нет такого сенсора. Фазовый автофокус, лазерный автофокус и оптическая стабилизация. Также можно менять диафрагму от f1.4 до f4.0, то есть мы так двигаемся в сторону профессиональных камер. На основную камеру можно делать вот такие фотографии, яркие, сочные, контрастные, с хорошим динамическим диапазоном, с хорошей детализацией. Правда, я бы сказал, что иногда по цветам немножечко не добирает. Зато ночные фотографии, наоборот, получаются очень яркие, очень контрастные, очень за-HDR-реные. И они выглядят гораздо ярче, чем многие другие смартфоны. Хорошо это или плохо, мы с вами сегодня как раз-ки убедимся в сравнении. Также есть телефото модуль на 48 мегапикселей, увеличение в 3,5 раза, это аналог 90 мм. Тоже есть оптическая стабилизация, и я бы сказал, что именно этот сенсор является самым вкусным составляющим этой камеры, потому что при помощи него можно делать очень классные портретики, детализированные, поработанные, классные портретики. Также есть 13-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, кстати, не очень сильно широкий, апертура f2.2, есть автофокус, соответственно, при помощи него можно делать макрофотографии. Ну и конечно же, компания Huawei является чуть ли не единственным китайцем, который умеет снимать там фронтальную камеру 4K 60 кадров в секунду. 13-мегапиксельная фронталка полноценная, как на Самсунге, как на Айфоне, можно снимать 4K 60 кадров в секунду. Honor Magic 5 Pro умеет снимать 4K 30 кадров в секунду, все остальные Xiaomi, Vivo и Oppo не умеют снимать. Ну ладно, бог-то с ними. На презентации Huawei много очень сильно расхваливала свой смартфон, понятное дело. Презентовал нам надпись на камере, которая называется X-Image. Это как бы вот все крутое, что есть в камере, а называется X-Image. Ну в общем, давайте тогда посмотрим, на что же способна камера в сравнении с другими телефонами. Давайте начинаем вот с такой простой фотографии. Недавно отмечали 9 мая, был салют, и вот с детьми мы пришли, и вот вам фотография, пожалуйста. Сравниваем с Xiaomi 13 Ultra, здесь увеличение в 3 раза, точнее так, в 2,6, если быть точным, а здесь у нас в 3,5 раза. Пока видно, что на Huawei засветов больше, чем на Xiaomi, так как это телевички, то ночью фотографировать достаточно сложно. Ну и посмотрите, на самом деле детализации на Huawei-то и не очень хорошая. Собственно, все видно, артефактов очень много по сравнению с Xiaomi. Это телевичок. Еще одна фотография на телевичок. На Huawei как будто бы многовато засветов, на Xiaomi наоборот фотография какая-то темноватая получается. Мало того, посмотрите, на Huawei еще есть вот такие вот артефакты от диафрагмы, я так понимаю. Вот эти полосочки боковые, они, конечно же, ну не сказать, что сильно прям украшают кадр. Но вообще как салют выглядит, мне нравится больше на Huawei, нежели на Xiaomi. И вот здесь, кстати, если на людей посмотреть, тоже детализация на Huawei получше, чем на Xiaomi. Ну а вот фотография сделана на основную камеру. Видно, что Xiaomi делает более темную фотографию, Huawei вытягивает. Вы помните ту историю, что Xiaomi у нас делает типа натуральные фотографии? Во-первых, мне не очень нравится вот это искажение на Xiaomi. Очень уж оно делает вытянутое лицо. Но с деталями, опять же, все неплохо. Посмотрите на шапку на Амели и посмотрите здесь на шапку на Huawei. Ну она послабее, конечно. И еще одна фотография, опять же, на Xiaomi потемнее, на Huawei посветлее. Видите, на Huawei, кстати, картинка поближе. На Xiaomi побольше контраста, а на Huawei больше вытянута теней. Понятное дело, почему вытягивает тени, потому что сзади у нас светлый объект под названием небо. И здесь смартфонам сложно. Ну если говорить про детализацию, я бы сказал, что, наверное, Xiaomi делает получше картинку. Хотя так, достаточно близко. Но мне кажется, что вот по кирпичикам получается лучше на Xiaomi, чем на Huawei. И вот здесь купола, да, получаются такие более контрастные, яркие, сочные. А на Huawei все немножечко засвечено. А можно взять Samsung сюда, и здесь тоже на Samsung чуть-чуть другая обработка. И Huawei уже на фоне Samsung выглядит немножко блекловатым, потому что у Samsung все еще более ярче. Видите, да, у Samsung все немножко поярче. И стены самого собора, видите, такие более коричневые, а на Huawei более темные. Если говорить про детализацию, то она, наверное, примерно на одном и том же уровне. Многие, кстати, спрашивали, как Vivo фотографирует в сравнении с Huawei, но смотрите, на Vivo тоже у нас получается более контрастная фотография. Опять же, цвет здания более коричневый. Я напомню, что у нас на Vivo стоит дюймовый сенсор. Не сказать, что на Vivo как-то больше деталей, просто можно сказать, что сама цветопередача на Vivo поприятнее. Ну окей, давайте посмотрим еще на одну фотографию. Опять же, в сравнении с Vivo, опять Vivo делает чуть более теплую картинку. Это видно по асфальту, потому что, видите, он более синевато-серого цвета на Huawei и более серый на Vivo. Ну вот здесь, кстати, я бы сказал, что у нас чуть побольше деталей на Huawei, но при этом и обработки побольше. То есть все детали, которые здесь есть, они такие, я бы сказал, слишком прорисованные. На Vivo такая более мягкая картинка. Вот фотография с Samsung опять же больше попадает всего в кадр по сравнению с Huawei. Видите, вот здание гостиницы Astoria попало, а на Huawei нет. Более светлый такой снимок. Асфальт выглядит по-другому. Samsung больше пытается вытянуть информацию в тенях, достаточно сильно обработаны. При этом детали, я бы сказал, что все-таки чуть побольше на Huawei, судя вот по деревьям. А эта фотография в сравнении с iPhone. И на iPhone такая более мягкая картинка, детализация чуть поменьше. Опять же, судя вот по деревьям, меньше чуть четкость и детализация. И на iPhone еще вот косяк. Видите, у нас засвечено здесь небо. И тени достаточно темные получились на iPhone. Но при этом картинка, наверное, выглядит чуть натуральнее. А эта фотография сделана уже на сверхширик. Уже у нас на Huawei более теплая картинка. А на iPhone как раз-таки более правильная. Но на iPhone, опять же, вот эта зона вся засвечена. Не справляется iPhone с HDR. А на Huawei в тенях больше информации. Но при этом, смотрите на детали. Вот тут весь асфальт уже съеден. На Huawei, а на iPhone он есть. При этом, если смотреть на Исаакиевский собор, все примерно одинаково. На iPhone, только видите, небо такое. Более, как они любят говорить на презентации, драматическое. Ну и детали, опять же, вот асфальт. Раз на iPhone, а на Huawei он куда-то ушел. А вот фотография в сравнении с Samsung. На Samsung очень голубое небо. Прям такое ненатуральное. С закатом вот этим Samsung тоже не очень хорошо справился. По деталям на Samsung тоже больше информации. Опять же, смотрим на асфальт и смотрим на асфальт на Huawei. На ночные фотографии. Это в сравнении с iPhone. Но здесь, очевидно, iPhone как-то все засветил. По цветам не очень. На асфальте вообще никакой информации нет. На Huawei есть информация на асфальте. Здесь на здании гораздо больше информации. Здесь вот на iPhone все у нас очень засвечено. На Huawei все хорошо. А вот в сравнении с Samsung здесь мы уже видим, что Huawei делает достаточно желтую фотографию по сравнению с Samsung. При том, что я бы сказал, правда, ближе к Huawei, потому что здесь действительно желтое здание. Вокруг желтые фонари, поэтому желтого цвета много. Но Samsung немножко с этим борется. Прямо, смотрите, да, очень такое яркое здание по сравнению с Samsung получается. По деталям, наверное, можно отметить то, что на Huawei тоже побольше деталей. Вот опять же смотрим на асфальт, где есть информация. На Samsung информация съеден. Опять же, вот тут двери, перила, информация. Если вообще обработка чуть-чуть другая, да, посмотрите. На Huawei как будто бы у нас вот эти все лампочки, они как будто бы светятся. А на Samsung HDR сработал так, что они как будто бы не светятся, а просто горят. Ну, то есть разный немножко эффект, да. Можно сказать, что у нас, конечно, здесь есть пересвет небольшой. Вот тут у нас засвет по сравнению с Samsung. Samsung технически хорошо сделал фотографии. У нас нету никаких засветов, все хорошо. Но я бы сказал, что фотка не такая, ну, как бы эмоциональная, что ли. То есть мне тут Huawei больше нравится. Vivo в данном случае тоже сделал не такую желтую фотографию. Но посмотрите на Vivo, как у нас хорошо виден асфальт. Гораздо лучше, чем на Samsung и на iPhone до этого. Видим, что на Vivo и на всех предыдущих телефонах информации попадает в кадр больше, чем на Huawei. И опять же, Vivo, видите, обрабатывает огоньки чуть по-другому, чем на Huawei. Тут, наверное, кому что больше нравится. Huawei чуть-чуть, вот как бы немножко засвечивает. Но зато, грубо говоря, видны такие небольшие ореолы. А на Vivo этого нету, так же, как и на Samsung до этого. С HDRом получше справляется Vivo. Видите, здесь вот есть какая-то информация на этих табличках. А на Huawei все у нас ушло в белое. И вот здесь, например, на асфальте информация на Vivo побольше, чем на Huawei. Кстати, вот так вот выглядит фотография Луны в сравнении с Vivo. И я специально сделал так, чтобы у нас посередине шел провод, чтобы искусственному интеллекту было сложнее накладывать сюда фотографии Луны. Но, собственно, оба справились таким образом, что фотографии получились, ну, грубо говоря, не очень. Еще одна ночная фотография. Здесь мы видим, как Huawei включает свои алгоритмы. Здесь у нас и небо становится более синим. Ну и вообще фотография такая более яркая. Мы это уже видели в сравнении и с Vivo, и с Samsung, и с iPhone. При этом цвета у нас начинают куда-то смещаться. Вот есть вот, посмотрите, вот на этот гранит, да, у нас вокруг желтые фонари, поэтому гранит автоматически был, ну, желтым, да, вот как на Vivo. Но Huawei хотят, чтобы гранит был цвета гранита. И поэтому у нас фотография такая получается очень яркая. При этом по деталям неплохо, вот если посмотреть на этот фонарик, во-первых, он не засвечен, во-вторых, вот этот стоп, на котором фонарик держится, тоже получше получился, чем на Vivo. И еще на Vivo у нас вот здесь вдоль стены засветы есть, а на Huawei этих засветов меньше. Смотрим на эту же фотографию на Samsung, и опять же, Samsung близок к Vivo, то есть он показывает примерно настоящую ситуацию. Но опять же, смотрим на детализацию, здесь прямо очень видно, что Huawei лучше по деталям. Вот здесь это обрамление золотое, видите, здесь есть какой-то рисунок, орнамент, а на Samsung этой информации здесь нет. Также, если посмотреть на здание, на Samsung, на Huawei, на Huawei гораздо больше информации. А что касается фотографий из Pixel, Pixel тоже, кстати, начиная здесь немножко включать свои HDR-инструменты, и поэтому фотография выглядит более ярко, чем у предшественников, но не такой яркой, как на Huawei. При этом с яркими объектами Pixel справляется похуже, видите, вот тут у нас, вот эти перегородочки хуже получились, чем на Huawei. Если говорить на детали, опять же, судя по этим золотым окантовкам, то деталей побольше на Huawei, особенно если посмотреть вот на эту стенку, посмотрите, здесь вот есть, видите, информация. А на Pixel тут вообще ничего нет, просто пусто. Ну и с засветами Pixel не очень хорошо справляется. Если посмотреть вот сюда, вот на эти точечки, где стоят у нас как раз-таки подсвечивающие элементы, видите, у нас здесь везде небольшие такие засветы есть, а на Huawei этих засветов нет. Сделано на основную камеру в сравнении с Pixel, достаточно близко по цветам, но вот сразу видно, что на Huawei вот тут засветы отработаны наверху, а на Pixel вот здесь наверху все засвечено. Ну и поднимаясь на самом верх, мы видим, что вот тут на Pixel у нас все засвечено, а на Huawei у нас здесь не засвечено. Со светлыми объектами Huawei справляется хорошо. А вот у нас как получается фотография на Samsung. Но при этом Samsung очень хорошо отображает вот эти яркие объекты, потому что видите, на Huawei они уходят в какую-то серую зону, да, видите, у нас вокруг каждого светлого объекта появляется что-то серое, а на Samsung такого нет, у нас просто хорошо обработанные яркие объекты. При этом на Samsung деталей гораздо меньше, вот смотрим на это здание, вот особенно в эту зону, вот тут на Huawei очень много всякой разной информации о том, что происходит с созданием, а на Samsung у нас все, видите, такое забыленное. То есть, в принципе, если посмотреть на стены, как они получились на Huawei, гораздо больше информации, чем на Samsung. Ну и здесь наверху Samsung тоже справился неплохо, хотя в какой-то момент цвета начали пропадать, видите, здесь вот красное хорошо получилось, а на Samsung не очень красное. На iPhone фотографии получилось очень теплой. Во-первых, у нас все небо стало такое коричнево-серо-зеленовато-желтое, и это неправильный цвет, потому что более правильный цвет на Huawei, небо, типа черное, очень сильно засвечена вот эта зона на iPhone. Это как раз тот момент, когда из ночи мы превращаем в вечер. Все светлые объекты на iPhone засвечены и немножко пересвечены. Мне нравится, как получилась детализация здания на iPhone. Посмотрите, у нас есть небольшие шумы, и за счет вот этих шумов у нас есть возможность соценить поверхность здания. Это прикольно, потому что на Huawei чуть более компьютерная картинка получается. И вот тут на Huawei такая получается некая замыльность, а на iPhone вот тут прямо, ну, грубо говоря, есть текстура, это прикольно. По светлым объектам проигрывает, не очень правильный баланс белого выставил, но при этом картинка получается достаточно детализированной. Еще одна фотография тоже в сравнении с iPhone. Опять более яркая картинка получается на Huawei. Многие тени он пытается вытащить. При этом небо не сказать, что сильно ярче, чем на iPhone. То есть Huawei вытягивает вот эту всю зону, видите, у нас везде все видно. Вот еще раз, давайте я вам прям покажу. Смотрите, что вытягивает Huawei и чем не занимается iPhone. То есть тут на iPhone вот пусто. Заодно можно посмотреть, как дальние объекты обработаны. Вот здесь на iPhone они похуже обработаны, в моем представлении, чем на Huawei. Вот у нас фрегат Благодать. Опять же, вот в тенях тут есть информация на Huawei, на iPhone нет этой информации. Но в целом мы знаем с вами из предыдущих фотографий, что iPhone хорошо делает по деталям. Если со светлыми объектами он справляется чуть похуже, то по детализации все хорошо. И вот здесь опять же по деталям вот тут все очень хорошо, в моем представлении. И даже нет какой-то вот размыльности, которая есть на Huawei. Это же фотография на Samsung, и Samsung тоже не вытягивает вот эти тени, которые вытягивает Huawei. Но на Samsung все-таки деталей поменьше, мы с вами это уже поняли. Вот опять же, посмотрите вот сюда на воду, и как эта вода выглядит здесь на Samsung. При этом светлый объект, опять же, чуть получше, чем на Huawei. А вот эта фотография в сравнении с Honor. И Honor делает здесь прикольную фотографию. Во-первых, у нас нет вот такого засвета, какой здесь есть. Видите, Huawei очень сильно засвечивает сам корабль. И, соответственно, нижнюю часть тоже. На Honor мы видим поверхность воды в сравнении с тем, что до этого нам показывали iPhone и Samsung. И Honor вот так вот не засвечивает корму корабля, как это делает Huawei. При этом я бы сказал, что по деталям все неплохо. Вот эти здания, которые находятся далеко, Honor тоже не пересвечивает, а Huawei их пересвечивает. Хотя все-таки в темных объектах, конечно же, деталей поменьше. Вот посмотрите на воду, какая она с артефактами на Honor, и гораздо меньше этих артефактов на Huawei. Вот посмотрите на этот стол, тоже очень мало информации по сравнению с Huawei. Но при этом, посмотрите, как со светлыми объектами хорошо справился Honor. Вот здесь вот эта надпись, она хорошо выглядит по сравнению с вот этими засветами, которые у нас есть на Huawei. И дальше на Huawei вот тут тоже все засвечено, и практически пересвечено, а на Honor все хорошо. У меня есть, кстати, отдельное сравнение Honor и Huawei. Посмотрите обязательно, Huawei P60 Pro против Honor Magic 5 Pro и 5 Ultimate. Это прямо ярким показателем того, что Huawei делает в ночных режимах, вытягивая все тени, очень сильно, включая HDR, сильно показывая небо. Да, видите, оно такое драматическое, опять же, как говорят на презентации компании Apple. Картинка была, конечно, примерно такой же, как мы сейчас видим на Honor. Ну, Huawei тут дает жару. На что обращаем внимание? Ну, обращаем внимание на то, что Honor вот получше обрабатывают эту яркую надпись. Со светлыми объектами Honor тоже лучше справляется. Вот здесь, видите, нет засвета. А вот здесь у нас на Huawei есть засвет. И вот здесь на столбе тоже раз. И есть выгоревшая, а на Honor этого нет. При этом по деталям я бы сказал, что Huawei чуть поинтереснее. Вот здесь на этих плитах, посмотрите, есть информация, а на Honor все, тут уже информации никакой нет. То есть по детализации у нас лучше получается Huawei. Посмотрите, вот здесь Huawei видит трещины и все остальное, а Honor их вот даже уже не видит здесь. Все, тут нет никакой информации. Тени все вытягивают тоже лучше, но при этом картинка получается вот такой, слишком сказочной. Пиксель тоже, как мы выяснили с вами ночью, достаточно сильно делают обработку. Видите, он тоже небо подтянул. А эта надпись, которая была красная, она становится просто светящейся, потому что пиксель с ней ничего не может сделать. Вот это светлый объект засвечен, это тоже засвечен. Здесь опять же в углу у нас информации гораздо меньше, чем на Huawei. В общем, пиксель, честно говоря, в последнее время как-то немножечко подздал. Вот здесь, посмотрите, есть информация на Huawei, на пиксель уже все стерто. Вот здесь тоже есть трещинка на Huawei, а на пиксель этой трещинки практически нет. Понятное дело, что у нас здание стало красного цвета на Huawei, это неправильный цвет, более правильный цвет на пикселе. Но технический пиксель, конечно, многие моменты уже как-то не вывозит. iPhone опять же сделал более-менее реальную картинку, он вроде как и небо показал, не так засвечено, как на Huawei. И здание не перекрасил в красный цвет, а оставил его примерно такого же цвета. И вот по детализации я тоже больше хочу отметить, посмотрите, все-таки iPhone дает хорошую детализацию. Он, конечно же, вот не видит вот эту трещинку, но за счет немножко шумной картинки у нас есть ощущение того, что мы смотрим на камень. Потому что здесь на Huawei, видите, шумодав все убрал. Никаких шумов нету, как будто мы смотрим просто на какую-то плоскую вещь. А вот здесь на iPhone есть эта информация, и мне кажется, что вот хорошо, что iPhone ее оставляет, потому что за счет этого мы можем понимать, какая поверхность. И очень часто iPhone как раз кидает нам ощущение вот этой поверхности. Это прикольно. И вот здесь вот видите, на iPhone очень много всяких разных мелких шумов, а на Huawei раз шумодав все эти шумы убирает. Ну опять же, кому что больше нравится, iPhone тоже не очень справился вот с этой надписью, кстати. Ночью сверхширик на Huawei тоже творит чудеса. Вот смотрите, да, в сравнении с iPhone. Вот такой была примерно фотография в реальности. Huawei взял тут, накрутил всего, чего только мог. Это, естественно, ночной режим. Ну ночью, понятное дело, что все фоткуют ночной режим. Просто красные здания. Ну все как бы вот такого невероятного цвета. Небо вот вытянуто вообще. Ну как бы жесть, но выглядит вообще прикольно. То есть когда ты с телефона смотришь на эту фотографию, она такая, вау, какая яркая. А на iPhone такая, уу, какая блеклая. Но, конечно, к реальности это не имеет отношения. Оба не очень хорошо справляются с засветами. Вот здесь на здании, однако на iPhone похуже справляется с засветами. Если говорить про детализацию, то может быть даже на iPhone деталей чуть побольше. И вот с этим зеленым фонариком iPhone лучше справился, чем Huawei. И вот здесь на стоянке больше информации на асфальте, чем на Huawei. Это у нас фотография в сравнении с Honor. Ну Honor здесь все делает прилично, да, по сравнению с Huawei. Хотя, казалось бы, они в целом братья, практически близнецы, вышедшие из одной компании. По деталям что можно сказать? Наверное, на Huawei чуть побольше деталей, да? Хотя нет, примерно одинаковые, я бы сказал. Просто Honor не занимается вот этим диким пересветом всего, а Huawei раз вот такую делает картинку. Вы спросите, а как Vivo бы поступил в этой фотографии? А вот я вам показываю, как поступил Vivo. Vivo делает чуть более светлую картинку. Мало того, он засвечивает до того, что у нас аж углы уходят в какие-то синие-фиолетовые тона. Это он так сильно поднимает, видимо, ISO. Картинка, конечно же, не становится такой красочной, но все равно картинка достаточно яркая по сравнению с предыдущими смартфонами. И по детализации, кстати, мне нравится чуть побольше деталей у нас по сравнению с Huawei. Вот если и на стену посмотреть. Ну, вообще, фотография получается такой на Vivo более аккуратная, чем на Huawei. Как дела у Samsung? Samsung тоже делает достаточно яркую фотографию. Смотрите, небо примерно такое же, как и на Huawei. Ну, только он не делает красную брусчатку. Не знаю, зачем Huawei делает красную брусчатку. Мне, кстати, периодически пишут, что Филипп, у тебя на фотографиях снег, ты типа показываешь нам на зимние фотографии. Друзья, у нас снег шел 5 мая, поэтому можете не переживать, откуда снег на фотографиях. Приезжайте лучше в Санкт-Петербург и посмотрите, как мы живем. По деталям вообще неплохо сделал Samsung. И с засветами тоже получше, чем Huawei. И такая более аккуратная фотография получается, такая чуть более четкая, чем на Huawei. Кстати, вот так вот выглядит фотография луны на Huawei в сравнении с Samsung вообще неплохо. Смотрите, да, есть вот такая чуть более четкая картинка. При этом на Samsung вот тут виден, видимо, полис луны, а на Huawei этого полюса нет. И еще если посмотреть вообще на то, как Huawei тут дорисовывает, видна прямо вот такая текстура, которой он дорисовывает недостающий момент. Да, видите, вот здесь он все копирует, копирует. В Samsung такого нету, да, то есть нету вот такого компьютерного сильного вмешательства. Понятное дело, что фотка у нас нарисованная так или иначе, или приклеенная, или дорисована искусственным интеллектом. Но вот не так это, ну, топорно, как-то сделано немножечко на Huawei. Прямо тут грубовато вот так вот. Посмотрим, как ночью телевичок работает. Но вот смотрите, прикольно. Синее небо. На Samsung у нас небо зелено-коричнево-желтое непонятное. Такая фотография более правильная, получается, на Huawei. Деталей просто в разы больше, чем на Samsung. Ну, вот видите, да, вот по этому деревянному мосту, как все по сравнению с Samsung. Вот тут, видите, тоже цифры все хорошо читается, на Samsung все не очень. Но на Huawei здесь мне картинка больше нравится. На iPhone нет вот такой желтизны, которая только что была на Samsung. Но при этом цвет неба он все-таки не подкрашивает, как делает Huawei. И опять же, посмотрите, iPhone оставляет много вот таких неубранных шумов. А Huawei все-таки эти шумы убирает и оставляет только какие-то моменты. Поэтому, с одной стороны, у нас на iPhone картинка шумная. Вот здесь, например, да, посмотреть вот на эту ограду. Ну, прям очень шумная по сравнению с тем, что делает Huawei. С другой стороны, мы с вами уже неоднократно замечали. За счет этого мы видим, что это дерево. Потому что вот здесь, на самом деле, на Huawei непонятно, что это дерево. И вот сюда, посмотрите вдаль. Посмотрите, как хорошо на iPhone обработана стена. Ну, то есть, мы видим информацию о стене. А на Huawei у нас опять все замылено. И вот здесь кирпичики тоже замылены. Все подзамылено. На iPhone такого нету. И вот на эти деревья, посмотрите, как они хорошо получились на iPhone. И какие они нарисованы и получились на Huawei. В общем, что, iPhone хорошо? Да, хорошо. Как эту фотографию сделал Honor? Ну, Honor вот тут все засветил. Вообще, как-то не очень сделал хорошую фотографию. Прямо, ну вот, посмотрите вот на эти доски. Посмотрите на эту стену. Вот на эти засветы, посмотрите. Вот на эту ограду перила. Посмотрите, как все плохо на Honor в сравнении с Huawei. А эта фотография сделана на пиксель. Пиксель у нас пятикратное увеличение, поэтому, соответственно, все ближе. В целом, очень достойно. Единственное, что по цветам чуть-чуть желтовато получается. По деталям все. Может быть, даже местами получше. Вот здесь видны кирпичики. На Huawei эти кирпичики, ну, такие. Можно только догадываться, что это кирпичики. Но вас спросите, а как Vivo сделает эту фотографию? Ну, вот так вот он тоже сделал. Посмотрите, Huawei единственный, кто, кстати, небо сделал синим. В реальности небо не было таким синим. Это важно понимать. Ночью оно все-таки немножко такого цвета. Вот, наверное, больше как на Vivo. Но мы с вами неоднократно сегодня уже сталкивались с тем, что Huawei докручивает цвета, поэтому он делает небо синим. В целом, неплохо, потому что у нас получается низ такой желтый, вверх синий. Есть какая-то разная цветовая гамма. Потому что здесь на Vivo и на всех остальных смартфонах у нас все в одной цветовой гамме. Ну, на Vivo что мы отмечаем? Нет засветов вот здесь. Фонарик в сравнении с Huawei. При этом фотография такая получилась, ну, не очень внятная. Мазанная. Да, как будто бы все немножечко дернулось, когда я делал фотографию. Но вполне возможно, меня шатнуло там. И вот получилось такая фотография. Но на что я обращаю внимание, это то, что шумодав у нас вот не работает так агрессивно, как на Huawei. Поэтому у нас, опять же, как на айфоне, вот здесь видны доски. И понятно, что это доски. Я напомню, кстати, друзья, вам классный лайфхак. Если вам кажется, что я что-то привираю, обманываю, рассказываю не то, что вы видите, вы прямо пишите в комментарии. Филипп, на восьмой минуте ты говоришь, что Huawei хорошо, а на самом деле вот лучше Vivo и так далее. Пишите, не стесняйтесь, ведь мы с вами здесь именно обсуждаем. А вот еще одна фотография. Это у нас телевичок. Трехслойный кратное увеличение. Опять Huawei у нас делает цвет неба немножко другим. И мне нравится как-то работать. Еще раз скажу, чтобы в реальности была примерно такая картинка. Huawei немножко подкрашивать небо. И за это получается такая прикольная, контрастная фотография с разными цветами. При этом по деталям, ну посмотрите, Vivo это получше. Вот видны здесь кирпичики и все видно, а на Huawei у нас все как бы сбилось. Деревья тоже, посмотрите, какие классные на Vivo, а на Huawei ну так себе деревья. Вообще вся Петропавловская крепость, посмотрите, какая классная на Vivo, а на Huawei она ну так себе. Я вот думаю, все-таки надо, наверное, запилить отдельное сравнение, да, Huawei, P60 Pro и Vivo, например. Что вы думаете по этому поводу? Напишите, пожалуйста. На Pixel тоже неплохая получается фотография. Вообще у Pixel в принципе пятикратное увеличение работает хорошо. И с деталями все хорошо, и с качеством фотографии все прилично. Хотя бы стена видна не так хорошо, как только что на Vivo. Вот Samsung. У нас фотография чуть поменьше, потому что это трехкратное увеличение, а на Huawei трех с половиной кратное. Не бассероватая. Ну понятно, Samsung так сильно не подкрашивает, как Huawei. Но на что я хочу обратить внимание. Неплохо справился Samsung со всякими мелочами. Вот здесь, например, есть такой орнамент, а на Huawei-то его нету, все засвечено. И не сказать, что именно деталей много на Samsung, потому что деталей на Samsung как раз-таки немного. Вот посмотрите на эту стену. Но с какими-то моментами Samsung справляется получше. А с какими-то похуже, вот, например, вот здесь все засвечено. Раз, а на Huawei не засвечено. Вот здесь у нас все засветы, а на Huawei не засветы. При этом сама Петропавловская крепость на Huawei больше, конечно, засвечено, чем на Samsung. Ну вы, наверное, хотите посмотреть, как работает 10-кратное увеличение? Ну вот, пожалуйста. Samsung, 10-кратное оптическое увеличение. И Huawei, 10-кратное цифровое увеличение. Ну, на Samsung вот здесь все засвечено. Что за дела? На Huawei прямо хорошо. При этом на Samsung все-таки деталей побольше. Но не глобально побольше, да? Просто побольше. Но вот косяки с засветами не очень круто. Картинка, конечно, почище, чем на Huawei. А вот Vivo. Vivo тоже не справился с засветами. Правда, не так жестко, как Samsung. При этом смотрим на детализацию. И на Vivo детализация это получше. Вот посмотрите на эту часть башни, как она выглядит на Vivo. И как она выглядит на Huawei. Vivo прям хорошо. Напомню, кстати, что на Vivo у нас два телевячка. Один двукратное увеличение, а второй трех с половиной кратное. Вот такую фотографию сделал Honor. Honor, конечно, фотографию сделал какую-то слишком компьютерную. В общем, не дотянул, поэтому начал тут дорисовывать. Ну, в общем, не самая лучшая фотография. Хотя с засветами справился получше, чем Samsung. Но по детализации похуже, чем на Huawei. А это Pixel. Согласитесь, Pixel неплохо. Неплохо настолько, что даже лучше, чем на Huawei. И засветами хорошо справился. И вот эта верхняя часть гораздо больше детализированная, чем на Huawei. И Xiaomi 13 Ultra. Немножко выглядит засвеченным Huawei по сравнению с Xiaomi. На Xiaomi побольше контраста. Не сказать, что сильно больше деталей, но, наверное, чуть все-таки побольше. Вот так с Samsung у нас сравнение. Здесь фотография выглядит побогаче. По цветам нет такого засвета на Huawei. Все-таки пересвечено немножко. И сами цвета тоже поприкольнее на Samsung. И деталей, конечно, побольше. Все-таки 10-кратное оптическое увеличение дает о себе знать. Вот здесь везде вся есть информация, а на Huawei этой информации нет. Ну, вы скажете, Филипп, а в сравнении с Vivo так как детализация? 10-кратное увеличение. Ну, вот, смотрите. Вообще, поаккуратнее фотография выглядит на Vivo. На Huawei у нас какой-то с Масс или что это, не знаю. Но при этом на Vivo есть вот эти объекты засвечены, а на Huawei этих засвеченных объектов нет. Но в целом Vivo поаккуратнее. Samsung здесь тоже неплохо. Посмотрите, какая полноценная получается прикольная фотография. И вот такие звездочки от ярких объектов. Да, в сравнении с Huawei. Да, Samsung здесь, конечно, поинтереснее. Ну, вот пока смотришь, да, вот, друзья, на эти фотографии. Но вот не сказать, что Huawei прямо везде вот всех побеждает, да. Давайте посмотрим, что у нас происходит с фотографиями-портретами. Вот у нас есть Аделина, у нас есть Алена. Давайте с этими девчонками разбираться. Итак, фотография на телевичок. Трехкратное увеличение и трехсполовинное увеличение. Сзади у нас тут Исаакиевский собор. Включен портретный режим. Что нам дает Samsung? Ну, Samsung дает нам картинку похуже. Посмотрите на волосы, на кожу. На Samsung более компьютерная, конечно. Картинка получается по сравнению с тем, что у нас есть на Huawei. Кстати, я сделал фотографию еще с 10-кратным увеличением здесь же. Чтобы приблизить максимальный Исаакиевский собор. Здесь уже нет никакого портретного режима. Все размытие, которое есть, это уже оптическое размытие. Здесь уже деталей, наверное, чуть побольше на Samsung. На Huawei у нас все-таки не оптическое увеличение, а цифровое. Но, в принципе, фотографии близко находятся. Я, кстати, внизу оставляю ссылочки на Аделину и Алену. Если хотите больше фотографий у этих девчонок, я оставляю ссылки на их соцсети. Еще одна фотография в сравнении с Samsung. Но вот здесь на Samsung лицо темноватое. А на Huawei оно прямо выделено. Прямо приятно посмотреть. Ну и оно такое более, получается, натуральное, что ли. И вот видна кожа. А Samsung кожу куда-то у нас делал. Глаза более яркие. Ну, короче, Huawei немножко обрабатывает фотографию. И за счет этого она становится такой более яркой и привлекательной. Если говорить про пиксели, то на пиксели вот что получается. Если мы просто делаем фотографию в портретном режиме и увеличим ее в два раза, то у нас получается очень плохая фотография на пиксели. Ну, как бы очень-очень плохая фотография. При этом в портретном режиме пиксель-телевичок не хочет использовать. Поэтому у нас получаются вот такие некрасивые снимки. Поэтому надо просто делать фотографию на телевичок, на пикселевый. Но все равно детализация будет поменьше. Да, получается поменьше. Фотография не такая яркая, не такая сочная. И Huawei здесь справился гораздо лучше. А вот эта фотография в сравнении с iPhone. Айфоном. Немножечко в синие такие тона ушел у нас Huawei. Более правильные цвета, хотя немножко такие зеленоватые на iPhone. Ну, Huawei местами деталь тут, конечно, куда-то дел. Вот смотрим вот сюда. Все размазал. А на iPhone у нас тут ничего размазал нет. Но я бы сказал, что это программный глюк. Он, видимо, подумал, что тут надо что-то размывать. И поэтому размыл. То, что часть информации все-таки, естественно, осталась. Но посмотрите, как волосы получились на iPhone. Опять же, за счет вот этих шумов, которые есть на iPhone, у нас есть вот некая текстура волос. Это прикольно. На Huawei тут нету этого. Ну и лицо, да, гораздо более шумное. А на Huawei такое обработанное. Это у нас фотография в сравнении с Xiaomi 13 Ultra. Xiaomi, конечно, темнит немножко в тенях. И поэтому, смотрите, видите, глаза очень темные в сравнении с Huawei. Ну и на Huawei детали это побольше. Посмотрите на волосы по сравнению с тем, что на Xiaomi на лицо. Видно, да? Samsung сделал неплохую фотографию. Мне, кстати, нравится, как вот получилось вот это боке на Huawei. Но, в принципе, этот эффект, который на Samsung тоже можно настроить. Надо лишь просто выбрать другой эффект. Но, опять же, детализация на Huawei повыше, чем на Samsung. На Samsung еще есть вот такие небольшие шумы, а на Huawei их нету. Такая более аккуратная получается картинка на Huawei. Фотография в закате. Это сравнение с Vivo. Очень сильно такое размытие, кстати, на Huawei. Ну, где вам больше нравится фотография? Я бы сказал, что на Huawei получилось получше. Поаккуратнее. Волосы чуть более четкие по сравнению с Vivo. Даже несмотря на то, что Аделина закрыла глаза. Вот фотография в сравнении с Xiaomi 13 Ultra. Опять же, очень темные зрачки. Темные глаза получаются. И деталей не хватает на Xiaomi. Посмотрите на волосы, гораздо меньше информации, чем на Huawei. Вот еще одна фотография, тоже трехкратное увеличение. Сложные условия. Находимся в темном проходе. Сзади у нас светлый фон. Ну, и смотрим на детализацию. Да, прямо детализация на Huawei очень крутая в сравнении с Xiaomi. А вот эту фотографию сделал Samsung. И тоже, посмотрите, как тяжело Samsungу. Все в шумах, ничего не видно. На Huawei прямо видна фотография. Очень круто. Еще одна фотография с трехкратным увеличением. Смотрим на детализацию. И опять же, на Samsung очень много шумов получается. Такие шумы получаются вот на iPhone. Как будто бы они были чуть поаккуратнее. Я бы сказал так. И, соответственно, фотография более детализирована получается на Huawei. Это уже в сравнении с Xiaomi. Ну, на Xiaomi, честно говоря, тоже мыльца. Очень-очень много мыла. Мало информации. И очень все неконкретно. Еще одна фотография с трехкратным увеличением. Заодно тут, кстати, еще включен бьюти-режим. Посмотрите, как он работает. Алена получается очень отретушированной. Убрали все веснушки. Взгляд такой прикольный получается. Но в целом мы с вами смотрим на детали. Бог с ней с ретушью. Детализация прикольная. Прикольно. Huawei сделал здесь. Обработал и волосы. И все получилось очень хорошо. И не так темно, как на Xiaomi 13 Ultra. Что касается селфи-фотографии. Ну, смотрите. В сравнении с Galaxy S23 Ultra, примерно по цветам получается одно и то же. Может быть, чуть-чуть поярче Samsung. Но по деталям Samsung тоже делает хорошую фотографию. И в целом они примерно одинаковые. iPhone в данном случае сделал вот такую фотографию. iPhone традиционно, видите, подсвечивает белки у глаз. Поэтому глаза становятся такими более выразительными. Опять же, на iPhone масса шумов. Поэтому фотография получается достаточно шумной. Но за счет этого, опять же, видна текстура кожи. Может быть, где-то местами больше, чем на Huawei. В целом, по детализации, можно сказать, наверное, плюс-минус одинаково. Только веснушек больше у Алены на iPhone. Ну, вот в целом, что можно сказать. Вот точно, наверное, можно выделить Huawei как один из лучших смартфонов для того, чтобы делать портретные фотографии с трехкратным увеличением. Прям очень хорошо. Во всех остальных режимах я бы не назвал его прямо вот лучшим. То есть, он сегодня много раз перекашивался в разные стороны. Ночной режим вообще очень сильно задранный. И превращает из обычной фотографии в такую фантастическую фотографию. Кому-то это, понятное дело, нравится. Видимо, разработчикам и программистам Huawei. Безусловно, одна из лучших камер, особенно для фотографирования людей. Но вот именно назвать ее самой лучшей и универсальной, наверное, все-таки у меня язык не повернется. Что вы думаете, друзья, по поводу этого рассказа про Huawei P60 Pro? На этом все. Большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Давайте переместимся в комментарии, пообщаемся. Меня зовут Фил, это честный блог. Болейте! Всем счастливый, пока! Субтитры сделал DimaTorzok